Меня зовут Полина Павловна, я заведующая кардиоблоком больницы Давыдовского и сегодня обсудим дифференциальный диагноз острого коронарного синдрома и постановку диагноза острого инфаркта миокарда. Тема безусловно огромная, наверное можно на самом деле неделю об этом говорить, но остановимся на интересных моментах и каких-то современных вещах. В целом к чему это все? В целом все к тому, чтобы вовремя быстро сработать с пациентом с острым коронарным синдромом, направить его туда куда нужно и сделать с ним соответственно необходимые медицинские лечебные мероприятия. В первую очередь мы конечно говорим об остром коронарном синдроме с подъемом сегмента СТ, но и без подъема сегмента СТ тоже часто бывает состояние жизнеугрожающее и в общем действовать нужно быстро и самое главное правильно и по сути по алгоритму. Основной наш документ, который нам определяет острый инфаркт миокарда и определяет его критерии, это четвертое определение острого инфаркта миокарда, которое было опубликовано в 2018 году и в себя в первую очередь включает повышение тропонина достоверное, которое сочетается с чем-либо из клинических признаков. К ним относятся симптомы ишемии, к ним относятся изменения на ЭКГ, относятся изменения при визуализации, то есть при эхокардиографии, и конечный этап это уже диагностика непосредственно на ангиографии, и с помощью, к сожалению, аутопсии тоже такой вариант есть. Что касаемо острого инфаркта миокарда второго типа, тоже отдельно об этом обязательно нужно сказать, на мой взгляд, здесь есть множество механизмов и, соответственно, нужно учитывать, что привести к дисбалансу потребности и поступления в кислородик миокарду могут привести множество причин. Здесь очень тонкая грань, на мой взгляд, между острым инфарктом миокарда второго типа и новой вещью, которую выделили в этом четвертом определении, это миокардиальное повреждение, потому что и то, и то возможно при одних и тех же в принципе ситуациях, но все-таки есть небольшое отличие, к которому мы еще с вами вернемся. Что касаемо инфарктов миокарда четвертого и пятого типа, чуть более высокие уровни тропонина для диагностики необходимы, а в целом все остальное то же самое, тоже ЭКГ-критерии, эхокритерии, и данные коронарографии, и в конечном счете аутопсии. Что касаемо очень удачной, на мой взгляд, схемы, которая тоже была в четвертом определении, это деградация, та самая вот эта тонкая грань между острым инфарктом и миокардиальным повреждением. То есть само по себе повышение тропонина, оно еще не означает инфаркт миокарда. Оно может быть при миокардиальном повреждении, которое может быть вызвано разными причинами, в том числе гипоксией, анемией, аритмиями, какими-то другими причинами. И только если мы получаем клинические признаки повреждения миокарда, только тогда мы уже можем говорить об инфаркте миокарда второго типа. Что касаемо, переходя уже к диагностике, первый этап это, конечно, ЭКГ. ЭКГ-диагностику никто никуда не девал, и, собственно, она остается на первом месте. И самое главное то, что в течение, по сути, 10 минут от первичного контакта с медицинским персоналом пациенту с подозрением на острый коронарный синдром должна быть снята ЭКГ. Мы должны посмотреть и убедиться, что там нет данных за подъем сегмента ЭСТ. В рекомендациях очень четко прописано, на сколько миллиметров должен быть подъем. Особенно это касается отведений В2-В3. Элевация больше 2 мм для мужчин, больше 40 лет, 2,5 мм для мужчин меньше 40 лет, и более 1,5 мм для женщин вне зависимости от возраста. В1-В2-В3 – те отведения, которые вызывают часто споры. И если кто-то из вас работал в больницах, наверное, встречались с тем, что скорая помощь привозит больного с диагнозом УКС с подъемом сегмента ЭСТ, пациенту 30 лет, и у него элевация сегмента ЭСТ до 2 мм от введений В1-В2. И при этом клиника какая-нибудь очень сильно сомнительная. То есть это, безусловно, повод задуматься насчет того, что этот пациент, может быть, страдает совсем другой болезнью, а не совсем даже инфарктом с подъемом сегмента ЭСТ. Поэтому внимательно изучаем элевации, возраст пациента, чтобы не ошибиться. Не забываем про дополнительное отведение в случае нижнего инфаркта миокарда, чтобы не пропустить инфаркт правого желудочка, не пропустить базальное отведение. Соответственно, не забываем про дополнительное отведение. Отдельные признаки тоже не забываем про наши измененные пленки. Есть пациенты с имплантированными стимуляторами или пациенты с блокадой левой ножки пучка ГИСа, которые затрудняют диагностику инфаркта с подъемом сегмента ЭСТ, но в то же время все-таки это возможно. Поэтому есть дополнительные критерии, которые повышение более определенного уровня сегмента ЭСТ и так далее. Если мы откроем незабвенного Орлова, то увидим с вами 11 критериев для того, чтобы распознать инфаркт с подъемом сегмента ЭСТ на фоне блокады левой ножки пучка ГИСа. И в то же время все-таки в рекомендациях европейцы и в наших рекомендациях сквозит то, что это все-таки сложно и не всегда возможно. И в принципе пациенты с блокадой левой ножки пучка ГИСа и блокадой правой ножки пучка ГИСа, они отнесены к пациентам с затрудненной диагностикой инфаркта и в случае, если мы по-клинически склонны предполагать, что у пациента все-таки реально острый коронарный синдром и впервые выявленная блокада левой ножки пучка ГИСа, то мы его рассматриваем как ОКС с подъемом сегмента ЭСТ. У нас в кафедре есть обучение, и у нас идет обучение в том числе ординаторов. И у нас с ординаторами есть такая небольшая игра. Называется STEMI о FEMI. FEMI — это False Myocardial Infarction. То есть мы расцениваем данную пленку как STEMI или как FEMI. Вот в зале кто считает, что это STEMI? Поднимите руки, пожалуйста. Ну не стесняйтесь, никто ругать не будет, просто это живое общение. Кто считает, что это STEMI? То есть большинство считает, что это FEMI, да? То есть это не инфаркт. Все считают, что это инфаркт. Теперь давайте поподробнее посмотрим на пленку. Мы видим с вами подъемы сегмента ЭСТ в отведениях. 1, 2, 3. В грудных отведениях. В2, В3, В4, В5, В6. И ВВФ, и ВВЛ. Это не совсем типично для инфаркта миокарда с подъемом сегмента ЭСТ, явно. Диффузные подъемы сегмента ЭСТ. У пациента, ну плюс, прибавляем клиническую картину, у пациента болей как таковых не было, был какой-то дискомфорт, который менялся от положения тела. О чем мы можем подумать? Перикардит. У пациента перекардит, у острия перекардит. Следующий кейс. Еще один такой. Стэми оффэми. Кто думает, что стэми? Все уже ищут подвох. Публика засомневалась. Все склонны думать, что это не стэми. Если это не стэми, то тогда что? Идея есть? Обращаем внимание на зубец в грудных отведениях на R, на S. У нас начинает все это потихонечку складываться в гипертрофию. Пациент с эпикальной гипертрофией миокарда. Болей нет, поехала, эпикальная гипертрофия плюс ЭКГ. Безусловно, это все мы все равно оцениваем вкупе с клинической картиной. Условно говоря, поступает пациент с интенсивными болями в грудной клетке, мы видим такую пленку. Например, нет возможности проведения эхокардиографии. ЭКГ из реальной клинической практики. И в данном случае американские врачи сделали коронарографию пациенту. Потому что у них не было возможности провести эхо, у них была пленка и были интенсивные боли. Что делать? Если мы пропустим инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, это будет не очень хорошо, прямо скажем, потому что мы потеряем миокарды жизнеспособные, и человек может погибнуть. Поэтому поехал пациент на коронарографию, оказались чистые коронарные артерии, а дальше уже при плановом эхокардиографическом исследовании увидели апикальную гипертрофию. Следующий кейс. Вот такая пленка жутковатого вида, прямо скажем. Видим какие-то жуткие измененные комплексы, расширенные в основных отведениях, что-то вроде депрессии каких-то. Пленка плюс 2 мы видим с вами, такой некрасивый прямо горизонтальный подъем. И клиническая картина, которая выражается в том, что у пациента, по сути, большой геморрагический инсульт. У него нет никакой клиники ангенозных болей, не было. У него клиника обширного геморрагического инсульта, и вот такая измененная пленка. Как врач-стационаре могу сказать, что, к сожалению, часто действительно бывают очень сильно измененные пленки у пациентов с инсультами, с большими, не только геморрагическими, но и с ишемическими. Мы приходим на консультации, смотрим этих больных, и в итоге оказывается, что там зон нарушенной сократимости нет, тропонин отрицательный, ну и, соответственно, такая пленка оказывается просто последствием ишемического или геморрагического инсульта. Еще одна пленка. Стемиофеми. Как вы считаете? Пациент с болями в груди после синкопального состояния поступает вот с такой пленкой. Жутковатая пленка, которую не очень любят, потому что мы считаем отведение с количеством с депрессиями сегмента СТ и понимаем, что это, по сути, то, что мы называем стволовая пленка. Стволовая пленка, которую мы расцениваем как подъем сегмента СТ, и такой пациент у нас, по сути, с вами должен оказаться сразу в рентгеноперационной. На самом деле с этой пленкой пациенты всегда самые сложные. Почему так? Потому что на самом деле очень часто это бывает ишемия на фоне какой-то критической ситуации. Например, тяжелая гипоксия, пневмония, сатурация у пациента 70, и все болит в груди. Мы видим вот такую пленку. Один из вариантов. Олег, извините, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Коллеги, извините, пожалуйста, буквально на минутку прорвемся, потому что собираются эвакуировать машину Полина Павловна. Я думаю, это не самый хороший сценарий. Сейчас она даст ключи, и мы, конечно же, продолжим дальше. Ладно, буквально... Продолжение следует... У пациента, почему в нашей практике, в практике нашего стационара, когда мы видим ОКС без подъема сегмента СТ высокого риска или когда мы видим стволовую пленку, мы прежде чем повести пациента в операционную, всегда смотрим их кардиографию и берем кислотно-щелочное состояние, потому что там есть возможность снять сразу гемоглобин. Мы сразу можем, во-первых, исключить тяжелую анемию. К сожалению, да, такое часто бывает, что у пациента желудочно-кишечное кручение массивное, или просто там гемоглобин 40, и на этом фоне вот такая пленка, и мы еще, если туда стентов поставим и дадим дезагрегантную терапию, мы потом этого пациента можем потерять. Это первое. А по эхокардиографии мы можем увидеть такие вещи, как, например, тяжелый ортальный стеноз. Да, вот в данном случае это пациент, женщина с критическим ортальным стенозом, с развитием кардиогенного шока именно на фоне ортального стеноза. Без значимого устанатического поражения коронарных артерий. До данной пациентки была выполнена баллонная вальволопластика. Следующий этап диагностики у нас с вами это маркеры. Маркеры повреждения миокарда, и в настоящее время все, да, очень часто и много говорят про тропонины. У нас с вами практически сошли на нет диагностика, да, КФК и так далее. Вот, поэтому остается тропонин. Что касаемо тропонинов, у нас есть, да, о чем тоже нужно помнить, о том, что при инфаркте миокарда динамика тропонинов отличается при стеме, при нон-стеме, да, при стеме обычно это более высокие, есть пики определенные, да, с последующим снижением. И вот эту динамику мы, собственно, с вами и оцениваем, то, что для нас принципиально. Что касаемо новинок, как бы, да, в диагностике, именно вот по лабораторным данным, это появление высокочувствительных тропонинов, а именно часовых протоколов высокочувствительных тропонинов. Это современные тенденции в мировой практике, и почему все склонны к тому, чтобы переходить на высокочувствительные тропонины, это то, что мы уменьшаем серую зону, да, то есть мы уменьшаем количество людей, мы уменьшаем количество людей, у которых не диагностирован инфаркт миокарда, то есть мы диагностируем инфаркт миокарда. И здесь вопрос, как бы, да, не про оплату, не про ОМС и не про ВМП далеко, да, а здесь вполне себе про выживаемость. То есть те пациенты, которым реально диагностирован инфаркт миокарда, на самом деле имеют худший прогноз, да, и мы должны, естественно, более внимательно относиться к этим пациентам и быстрее и правильнее оказывать помощь, чем тем пациентам, которым мы диагностируем острый коронарный синдром без подъема сегмента ИСТ, например, и нестабильную стенокардию. У нас есть больше времени подумать, решить, сделать дополнительные методы обследования, тогда как инфаркт должен получить максимально быструю ревоскулиризацию. И, собственно, суммируются данные по высокочувствительным тропонинам о том, что на 4% повышает выявляемость инфаркта миокарда первого типа, в два раза увеличивает выявляемость острого инфаркта миокарда второго типа и приводит в целом к более ранней диагностике острого инфаркта миокарда. И современные протоколы, которые часовые, позволяют, по сути, в течение часа уже поставить диагноз острого инфаркта миокарда. Важно, что мы занимаемся не тропонинологией, мы занимаемся лечением больного. Поэтому нужно понимать, что тропонин реально повышается, на самом деле, при куче других заболеваний. Это могут быть и другие кардиальные заболевания, такие как тахиаритмия, сердечная недостаточность, гипертонические кризы, но в то же время могут быть и некардиальные вообще заболевания, такие как рапдомиолиз, болезни накопления различные, хроническая болезнь почек, с которой мы часто сталкиваемся, которая ассоциирована с умеренным постоянным повышением уровня тропонина. Обычно нет динамики. То есть он повышен, но в то же время динамики мы существенно с вами не наблюдаем. Что касаемо алгоритмов диагностики и вот этих часовых тропониновых тестов, они прописаны хорошо в рекомендациях по острому коронарному синдрому без подъема сегмента СТ 2020 года европейских. В российских рекомендациях там довольно просто написано, то есть для диагностики применяется тропониновый тест, в том числе можно применять высокочувствительный тропонин. Но схема какой-то вот прям такого алгоритма четкого не прописана. В европейских рекомендациях русифицированный вариант есть на сайте Российского общества кардиологов. Есть вот более такой четкий жесткий протокол, как диагностировать, когда. Много зависит от того, как устроен на самом деле прием пациента с острым коронарным синдромом и у пациентов с ОКС. В Европе есть центры, которые имеют так называемые кардиальные юниты, куда поступает пациент. Это как первичное звено подозрения на острый коронарный синдром. По сути, это обычно комнатка с двумя кроватями и рядом стоящим анализатором на тропониновый тест. Туда поступает пациент, врач собирает анамнез, коротко. Он понимает, это типичная клиника или типичная клиника, оценивает клинику, оценивает ЭКГ. И после этого, соответственно, пациенту делается тропониновый тест. И в течение одного часа нахождения на вот этой койке уже врач дальше определяет, это пациент все-таки высокого риска, среднего риска, низкого риска. И дальше этого пациента уже направляет или непосредственно в кардиореанимацию для проведения коронарографии, или отправляет в палаты для дальнейшего обследования, эхо, может быть, КТ, или вообще исключает инфаркт миокарда и отправляет домой. Такое тоже возможно. То есть уже через час пациент может просто пойти домой своими ногами. Что касаемо значений тропонинов, тоже это все прописано, как четкий алгоритм. То есть какая дельта, какой сначала тропонин, какой он через час. И на основании этого, соответственно, ставится диагноз, или он исключается, или мы подтверждаем острый инфаркт миокарда. И это тоже определяет нашу тактику. Это пациент попадает куда? В палату, или в реанимационное отделение, или вообще на выписку. Вот, соответственно, почему не называю значения? Потому что разных видов тропонинов их очень много. Фирм много, которые это все производят. И у всех свои значения. Причем они могут колоссально отличаться. То есть у кого-то повышенный тропонин, это больше 120, а у кого-то больше 30. То есть, ну, в общем, критично. Причем вот из нашей практики, мы перешли сейчас на вот этот часовой протокол, на самом деле это очень небольшие значения. То есть у нас вот эту дельту мы ищем больше 20. При том, что при остром инфаркте миокарда, ну, просто чтобы для понимания, при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ получается тропонин 27 тысяч. 11 тысяч, 23 тысячи. То есть это очень-очень-очень чувствительные тесты для даже вот небольшого выявления повреждения миокарда. На основании этого, собственно, вот такая схема. То есть первое все равно это оценка симптомов, второе оценка ЭКГ, дальше оценка тропонина, и дальше уже решение вопроса о том, что мы дальше делаем с пациентом. Надо сказать, что ковид внес свои изменения в нашу тактику. И опять же, и в Европейском консилиуме это было опубликовано, и дальше мы это взяли в свою практику. То есть наш, к сожалению, этот протокол, кроме определения клиники, ЭКГ, тропонина, включает еще и диагностику ковида. То есть мы все равно обязательно должны исключать у пациентов ковид. Что касаемо рекомендаций, в настоящее время вот этот часовой протокол, он является наиболее рекомендуемым. Это первый класс рекомендаций с уровнем доказательств В. И только при невозможности проведения часового протокола можно прибегать к трехчасовому протоколу по высокочувствительным тропонинам. Кроме того, в 2020 году был опубликован документ Европейского общества по оценке качества оказания помощи пациентам с острым коронарным синдромом и наличие высокочувствительного тропонина является показателем высокого качества оказания медицинской помощи. То есть любой стационар, который считается как инфарктной сетью, он должен располагать высокочувствительными тропонинами. Что касаемо дифференциального диагноза при наличии острой боли в грудной клетке, это, безусловно, огромное количество заболеваний. Если мы сейчас про каждое с вами будем говорить, то это, как я уже говорила, на неделю будет. Мы сейчас не будем обсуждать такие вещи, как изофагиты, язву, панкреатиты, потому что понятно, что многие из вас все-таки клиническую картину знают и могут довольно быстро уже по клинике определить, что у пациента на самом деле неострый коронарный синдром. Мы сейчас поговорим про те заболевания, которые наиболее близко к острому коронарному синдрому и наиболее тяжело их, в общем, диагностировать. Следующий наш с вами этап, помимо клиники и помимо ЭКГ, это эхокардиография. У вас была целая длинная эрекция на этот счет, все уже специалисты. Поэтому мы сейчас коротко пройдемся по картинкам. Повторим немножечко. У нас, в том числе в нашей кардиореанимации, есть такой чек-лист короткий на тему экстренного эхокардиографического исследования. И все, особенно ответственные доктора, те, которые дежурят, они обучены этому протоколу и ему следуют. То, что они должны обязательно посмотреть у пациента с ОКС без подъема сегмента или ОКС высокого риска, это оценить наличие осложнений, посмотреть на наличие диссекции аорты, на функцию-дисфункцию желудочков и в том числе правого желудочка. Не забыть про него. Посмотреть, исключить тампонаду и исключить критические поражения клапана. Стандартные проекции, которые, в общем, используются при анализе. Что касаемо картинок, здесь вы видите зону нарушенной сократимости. По сути, верхушка, передняя стенка у нас находится в дискинезе. В данном случае помогайте что? Разрыв между желудочковой перегородкой. Вот она дырочка. Здесь должна быть цельная стенка. Здесь мы с вами видим дырочку. И при цветовом исследовании, которое тоже обязательно нужно не забыть сделать, потому что не каждый разрыв мы можем вот так вот хорошо увидеть с таким отверстием. Но зато мы можем увидеть потом поток. В данном случае что? Жидкость, да? Тампонада более того, потому что правое дело сердца поджато. Видим, как коллабирует правое предсердие. В данном случае что? Крутятся тромбы, такие как в мясорубке, в правых отделах. Это у нас тромбоэмболея у пациента. Так тоже, да, не забываем смотреть аорту. Да, здесь, может быть, не очень хорошо видно. Есть лоскут, который болтается, да, из полости в просвет аорты. Это у пациента диссекция аорты. Пациент поступает, естественно, при расслабивающей невризме с интенсивнейшими болями в грудной клетке. И первым, конечно, хочется сразу повести его в коронарографию. Но часто изменения на ЭКГ спорный характер носят. Не обязательно это подъем сегмента СТ. И, соответственно, пациенту, возможно, вполне сделать эхокардиографию и увидеть вот такие страшные картинки. Как вариант еще может быть из других позиций тоже мы можем, если мы посмотрим отсюда сверху, из еремной вырезки, мы тоже можем увидеть нарушение потоков и диссекцию, то есть болтающийся вот этот флэп, болтающийся лоскут, аорты. Помимо этого, мы обязательно должны посмотреть на клапаны, да, и цветом в том числе тоже увидеть, если там ребургитация, исключите там. Вот. И то было метральная недостаточность, это ортальный стеноз. Опять-таки, да, у пациентов с критическим ортальным стенозом клиника может быть и ангенозного статуса, и даже кардиогенного шока, да, и по эхокардиографии тоже нужно постараться увидеть и пораженный сам по себе клапан, и градиент на нем, да, и оценить этот градиент. Вот, ну, сейчас не будем подробно на этом останавливаться, я думаю, что вы это разбирали на предыдущей лекции, про разные доступы и то, что мы с вами там оцениваем, можем и можем, самое главное, там увидеть, да, то есть опять вот эта у нас короткая схема, она висит в реанимации непосредственно, да, то есть и постоянно мы проводим дополнительное обучение для врачей, чтобы они не забывали и повторяли, что мы должны увидеть и что мы должны посмотреть. Теперь немножко клинической практики, да, поговорим про отдельные кейсы пациентов. Пациентка 56 лет, наследственность не отягощена, вредных привычек не имеет, в анамнезе узловой зуб в возрасте 36 лет, тромоктомия выполнена и принимала эльсероксин. И последний год пациентка перестала принимать препараты какие-либо, 45 лет находится в менопаузе и страдает еще пациентка артериальной гипертензией, причем с очень высокими цифрами, да, до 210, адаптированного вообще к 170, то есть высокая гипертензия. За месяц до настоящей госпитализации при ходьбе жгучей боли за грудиной, она тогда была госпитализирована на основании анализов и эхокардиографии, ей исключили инфаркт миокарда, и коронарография в тот момент не проводилась, она выписалась, дальше она месяц нормально жила, ничего ее не беспокоило. Вот, и через месяц в ранние утренние часы в покое непрерывно рецидивируют интенсивные боли за грудиной, длительность по несколько минут, и купируются они из оке-спреем. Через три часа, да, не выносит она этих болей, вызывает скорую помощь. Вот такая пленка у пациентки, да, ну, классическая пленка с сливациями сегмента СТ, подъемом в втором, третьем, да, ВВФ с рецепрокными депрессиями, то есть, да, нижняя стенка у нас явно увеличена. Вот, когда она уже к нам поступает в стационар, пленка имеет определенную явную динамику, да, то есть у нас здесь уже проваливаются эры, хотя какая-то еще тенденция к элевации остается, да, меньше депрессии, меньше элевации. Дополнительные отведения мы смотрим тоже, да, всегда при нижнем инфаркте, оцениваем правый желудочек, оцениваем базальное отведение, и при поступлении, да, уже пациентки на боли не жалуются, и немножко бледные кожные покровы у нее, бледно-розовые слизистые, частота 76, давление 160 на 90, но, как мы уже поняли, это ее привычное давление. При поступлении в анализах, ну, особенно ничего на себя внимания не обращает, да, то есть гемоглобин нормальный, да, тропонин не повышен, несмотря на такую пленку, и что обращает на себя внимание, ТТГ 0,025, да, то есть снижение ТТГ, то есть гипертериоз, у нее, по всей видимости, да, случилось, случился рецидив ее, да, струма. По эхокардиографии фракции выброса 65% и зон нарушенной сократимости не найдено. Что касаемо, да, коронарографии этой пациентки, она, несмотря на такую пленку, да, то есть то, что, ну, динамика пошла явно положительная, естественно, у нее было подозрение на острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ, да, синдром, и пациентка, естественно, сразу попала в рентгеноперационную, ну, вопросов не возникает, в общем, к тактике, да. Выполняется коронарография, коронарные артерии там чистые, стенозов никаких нет, тромбоза никакого нет, хорошие чистые коронарные артерии. К чему мы приходим? Ранние утренние часы, рецидивирующие боли, рецидивирующие подъемы сегмента СТ, да, ну, скорее всего, это вазоспастическая стенокардия, стенокардия принц металла. Редкое заболевание, действительно, очень, ну, то есть за всю практику, может быть, там, двое таких пациентов было, не знаю, при клинической практике, наверное, чаще вы с этим встречаетесь. Характерные, да, как раз вот эти болевые приступы именно в ранние утренние часы, которые оккупируются нитратами или кальциевыми блокаторами, приходящие элевации сегмента СТ и при этом отсутствие значимых стенозов коронарных артерий, да, то есть это у нас все входит в дифференциально-диагностический ряд при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента СТ. Вот, ну и при коронарографии есть тесты, в том числе, да, с эрготомином, ацетилхолином, которые могут вызывать спазм коронарных артерий и подтверждать наш диагноз. Но в то же время это не стопроцентные тесты, потому что, на самом деле, у здорового человека введение этих препаратов на коронарографии тоже может вызвать спазм, да, то есть это неоднозначный еще у нас с вами такой вывод. В то же время, вот в 20-м году был опубликован алгоритм по диагностике коронарного вазоспазма, вот, и туда при, да, более-менее стабильном состоянии, да, ну, то есть если пациент, там, внезапная смерть была, или синкопальное состояние, да, или подъем сегмента СТ, понятное дело, что там сразу инвазивная коронарография, да, вот, если более-менее стабильный пациент, и мы уже исключили с вами, да, поражение коронарных артерий, у нас есть с вами эргоновиновая эхокардиография для диагностики вазоспазма, то есть она вошла в диагностический алгоритм для коронарного вазоспазма, про такой вариант тоже нужно помнить. Следующая наша с вами загадка про чистые коронарные артерии, да, сегодня много будет про чистые коронарные артерии. Пациентка 76 лет, из анамнеза, 10 лет отмечает повышение артериального давления, тоже максимально до 170, но вот тут адаптировано все-таки к 130. Повышался уровень холестерина, несколько лет отмечает сжимающие и тянущие боли за грудиной, которые не связаны с физической нагрузкой и нитратами, а пациентка не пользовалась. Вот, ну и вечером, накануне поступления, испытала сильный эмоциональный стресс, на фоне которого развился интенсивный уже приступ давящих болей, который сопровождался холодным потом, делался больше 12 часов, вот, и только на следующий день пациентка уже вызвала скорую медицинскую помощь. Такая вот пленка по скорой медицинской помощи, обращаю ваше внимание на грудные отведения, да, В1, В2, В3, В4, мы с вами видим алевацию сегмента СТ, которая не вписывается уже в рамки нормальной. Терапия по скорой помощи, нитроглицерин, ацетилсалициловый кислота и нагрузочную дозу купитогреля, да, классическая для подъема сегмента СТ, все нормально. Дальше. Поступает пациентка в стационар. Да, у нас при поступлении уже пленочка вот такая. Ну, по сути, динамика острого инфаркта с подъемом сегмента СТ, все как бы укладывается опять-таки, да. Единственное, что может быть очень быстро, но, с другой стороны, она и болела 12 часов, да, ну, почему бы и нет, да, то есть у нас уже тоже проваливаются эры, появляются кушки, появляются, да, уже двухфазные такие Т, да, то есть опять-таки, динамика инфаркта с подъемом сегмента СТ вроде бы. Пациентка, естественно, сразу попадает на стол, да, на рентгеноперационную, где ей выполняется коронарография, и мы видим чистые коронарные артерии опять. Тромбоза нет, стенозов нет, все в порядке. Уровень тропонина при поступлении 3,9 через 6 часов 2,35. Это еще был этап, когда высокочувствительный тропонин мы еще не применяли, это было несколько лет назад. Это обычный тропонин Ай, и норма его до 2,5. Тут мы видим, то есть при поступлении чуть-чуть повышенный, через 6 часов он снижается. Но тут уже у нас с вами начинают возникать вопросы, потому что мы с вами опять привыкли к тому, что при инфаркте с подъемом сегмента СТ, это тропонин больше 180, 160, 170 или вообще неопределяющийся, высокий. Тут почему-то 3,9, хотя вроде такая динамика по ЭКГ сильная, и все укладывается, кроме чистых коронаров, в инфаркт с подъемом. Здесь мы с вами вступаем в дифференциальный диагноз инфаркта миокарда на чистых коронарных артериях, минока так называемая. Что это в принципе? То есть это инфаркт, по сути, укладывающийся в универсальное определение острого инфаркта миокарда, кроме одного «но» – отсутствия значимых стенозов по коронарным артериям. В то же время надо не забывать, что у этих пациентов должно быть отсутствие очевидной причины повышения тропонина, что требует дообследования. Повышение тропонина – это не минока. Возвращаясь к начальным слайдам, то есть повышение тропонина это еще не значит, что у пациента случился инфаркт на чистых коронарах. Возможно, это миокардиальное повреждение на фоне какой-то вторичной тяжелой патологии. Гипоксия тяжелая, пневмония тяжелая, сепсиса и так далее. Есть отдельные критерии для диагностики инфаркта миокарда с необструктивными коронарными артериями. В них опять-таки входит все то же самое, что входит в критерии обычного инфаркта миокарда, то есть повышение тропонина плюс клинические различные симптомы и признаки. В то же время необструктивные коронарные артерии, что дает свою ссылку тоже. То есть это не просто абсолютно идеальные чистые коронарные артерии, но это нормальные коронарные артерии без стенозов, это легкие нарушения просвета стеноз меньше 30% и умеренные атеросклеротические поражения коронарных артерий от стеноза от 30% до 50%. И еще раз, нельзя предположить альтернативный диагноз. То есть мы с вами склонны к этому. И разработан соответствующий алгоритм. Алгоритмы эти тоже все прописаны в современных рекомендациях по острому коронарному синдрому без подъема сегмента СТ. И там вот предложена вот такая схема светофор. Что это значит? Красная зона – это однозначное исключение, альтернативный диагноз уже на основании клиники. И мы сразу отсекаем пациента. То есть в первую очередь здесь играет на самом деле клиника реально. И альтернативные диагнозы здесь чаще всего – это сепсис, тромбоэмболия, ушибы сердца, диссекция аорты и другие некордиальные причины повышения тропонина. Другая, более противоположная сторона – это когда мы, наоборот, сразу склонны к миноке. Мы или во время коронарографии, да, поступил пациент с подозрением на ОКС, мы делаем коронарографию, видим чистые коронарные артерии, и этому пациенту выполняются внутрисосудистые методы исследования, да, в том числе ультразвуковое или оптико-когерентная томография. Возможно, выполняют, да, интракоронарные функциональные пробы с ацетилхолином и органовином. И, соответственно, да, мы или сразу, да, подтверждаем наличие, например, коронарного спазма, да, поражения, как микроциркуляции, или, наоборот, подтверждаем все-таки, что у пациента развился настоящий инфаркт, да, то есть у него есть просто бляшка, да, которую мы с вами не видим обычным глазом на коронарографии, то есть небольшая, но в то же время осложненная порвавшаяся бляшка. Вот, и более сложный вариант – это вот средняя наша зона, желтенькая, да, когда мы с вами и сомневаемся, да, то есть то ли все-таки есть, то ли нет. И в эту зону у нас с вами однозначно входит МРТ сердца. Да, МРТ сердца для подтверждения и исключения других диагнозов, такие как синдром Токотсуба, другие кардиомиопатии и миокардиты, в первую очередь, то, что нам позволит исключить МРТ. Вот, и, соответственно, тоже, да, текстом это прописано. Всем пациентам с Минока без определенной, да, основной причины рекомендуется выполнять МРТ сердца. Не определились, чистые коронары, да, но в то же время там нету какой-то порванной маленькой бляшечки или нет вазоспазма, да, сделайте МРТ сердца. На МРТ мы можем сразу однозначно определить ишемические и не ишемические причины, с одной стороны, повреждения миокарда, да, то есть есть определенные, да, критерии для того, чтобы вычислить именно ишемические повреждения. Но, помимо этого, нам нужно еще понять, что за не ишемические изменения, да, потому что это не всегда бывает просто. Специалистам часто нужны консультации, целые консилиумы, да, насчет методов визуализации и того, что мы там реально видим, особенно у кардиальной патологии. Надо сказать, что для МРТ сердца все-таки есть довольно большое количество ограничений, в том числе, да, мы далеко не все можем сделать просто потому, что у пациента металл в организме, который, да, не совместим с МРТ, или у пациента непозволительная частота сердечных сокращений, которая не позволяет нам адекватно, да, красиво получить картинку. Вот, то есть идеальное МРТ тоже, в общем, довольно сложно получить, но, тем не менее, возможно, да, и дальше нужно уже проводить дифференциальный диагноз. Ну, одно из самых таких ярких, да, в плане дифференциального диагноза по МРТ, это миокардиты, острые миокардиты, для которых уже, в общем, четкие разработаны даже критерии давно, в 2009 году еще, да, по повышению интенсивности сигнала по Т2, повышение общего раннего накопления годолиния миокарда, да, и участки позднего накопления годолиния миокарда по Т1. Это, да, два разных режима проведения МРТ, Т1 и Т2, и, соответственно, мы можем диагностировать поэтому воспаление, отек, да, и при этом, что характерно для миокардита, это неопределенные зоны, да, то есть это не принадлежит какой-то конкретной зоне кровоснабжения коронарной артерии, это может быть или диффузно, или какие-то большие очаги, которые не соответствуют повреждению какого-то конкретного коронарного русла. Такие вот еще тоже можно получить красивые картинки, когда, да, более контрастно выделяют повреждения стенки, да, тоже вот Т2 мэппинг при миокардите. Ну, напомню, да, что при миокардите не только, безусловно, МРТ у нас диагностика, да, мы оцениваем, естественно, и жалобы, и физикальные данные, да, и то, что пациент может описывать гриппоподобный синдром практически в половине случаев, там, где-то за месяц, да, до настоящего заболевания или за пару недель. Есть эхокритерии, да, и современные методы, такие как strain, тоже могут позволить, да, улучшить нам диагностику. И есть биомаркеры, соответствующие для миокардита. Возвращаемся к нашему расследованию, к нашей пациентке. Напоминаю, да, у нас пациентка с чистыми коронарными артериями и красивой динамикой по ЭКГ. По анализам, да, ну, в общем, в принципе, опять-таки, ничего особенного внимания на себе не обращает. Креатинин нормальный, да, глюкоза нормальная, какого-то дисбаланса жуткого мы с вами не видим. Тробоцит нормальный или лейкоцит нормальный. Фракция выброса при поступлении 50%. Дискина с верхушной области левого желудочка, митральная регургитация третьей степени. Дистолическое залипание передней створки митрального клапана с формированием экструкции выходного тракта левого желудочка. Средний градиент давления 40 мм рт. ст. Что нам, да, о чём мы сразу начинаем думать? Нет ли асимметричной гипертрофии, да? Может быть, в этом всё дело на самом деле. Асимметричная гипертрофия, да, имеет определённый паттерн всё-таки на эхокардиографии. Действительно, там возникает эффект вентури и эффект присасывания к вот этой утолщенной межжелудочковой перегородке створки митрального клапана, за счёт чего возникает тяжёлая митральная регургитация. В данном случае картиночка немножечко другая, да? У пациентки нет утолщения межжелудочковой перегородки, она на самом деле нормальная. И то, что мы с вами видим, это, да, деформация полости левого желудочка, да, то есть у нас есть дискинез, и начинает выглядеть, да, таким вазой, как бы, да, вот то, что и называется, да, токацуба, синдром токацуба, да, уже намёки наши пошли. Синдром токацуба, то есть горшок для ловли осьминога, имеет расширенное основание и узкое горлышко. Вот эту форму и принимает, да, левый желудочек при синдроме токацуба, и возникает вот это тоже инфект вентури, присасывание створки. Это может быть непосредственно из-за деформации базальных отделов, а может быть из-за деформации непосредственно самой межжелудочковой перегородки. В плане диагностики синдрома токацуба приступ загрудиной боли на фоне эмоционального физического стресса чаще у женщин в постменопаузе. Наша женщина укладывается, да, в данную клиническую картинку, у неё действительно был за сутки до поступления тяжёлый эмоциональный стресс. Причём, да, обращаю ваше внимание, то, что стресс – это не обязательно именно какие-то печальные события, да, ну, то есть считается синдром разбитого сердца, да, ну, ассоциируют чаще там со смертью близкого, там, утратой какой-то, да, там, расставанием. На самом деле иногда это бывает при хороших и радостных эмоциях. То есть описанная синдрома токацуба у людей, которые выиграли в лотерею большой выигрыш, да, у которых родились внуки, и они этому очень сильно обрадовались, да. То есть, ну, в принципе, любое, да, чрезмерное эмоциональное такое состояние может быть связано с синдромом токацуба. В плане ЭКГ-диагностики. Элевация депрессии сегмента ИСТ-инверсия Т и удлинение КУТ на ЭКГ и повышение картиоспецифических маркеров и БНП, но при этом чаще всего все-таки более умеренное, чем при остром инфаркте миокарда. Обратимые нарушения сократимости преимущественно апикальмых сегментов левого желудочка, да, то есть вот этот золотой стандарт – это обратимость этих нарушений. То есть чаще всего через месяц, когда этот пациент приходит для дальнейшего наблюдения, мы видим с вами, что у него прекрасная нормальная сократимость, никаких зон нету, никакого дискинеза нету, все куда-то прошло. Ну и самое главное – это отсутствие значимых синозок коронарных артерий в области нарушения сократимости или, да, вот этой аневризмы. Итак, синдром так отцу бы у нашей пациентки или нет, да, то есть вроде бы по тропонину, по эхо, да, по всему у нас с вами укладывается, да, но еще раз, эхо мы должны оценить обязательно в динамике. Данные пациентки оценили эхо при выписке, это произошло через 8 дней после ее поступления, и уже, да, через 8 дней у пациентки фракция выброса левого желудочка 65%, сократимость левого желудочка полностью восстановилась, и нет залипания передней створки метрального клапана, нет тяжелой метральной регургитации. То есть мы с вами уже, в общем, можем вполне себе обоснованно говорить про развитие синдрома так отцу бы у данной пациентки. Интересно посмотреть на ее пленку при выписке, она выглядела вот таким вот образом, пугающе, в общем, выглядит, да, согласна. Эти изменения периодически носят необратимый характер, как ни странно, да, то есть у пациентов, несмотря на то, что вроде бы по эхо все прошло, а ЭКГ вот таким вот выглядит устрашающим образом. Но в большинстве случаев все-таки есть обратимость или версия. Ну, так в целом, да, просто напомним про то, что так отцу бы – это до 3% в развитии, чаще встречается у женщин. Да, и есть определенный алгоритм для диагностики синдрома так отцу бы, причем отдельный алгоритм для элевации сегмента СТ, да, то есть мы выполняем коронарографию, выявляем, да, поражение, тогда мы с вами сразу относим этого пациента к острому коронарному синдрому. Если мы не выявляем, дальше мы с вами проводим диагностику, да, исключаем миокардит, исключаем вирусную инфекцию, да, воспалительные маркеры, смотрим, смотрим насчет выпадов перикардит, опять-таки, да, намекая на миокардит, миоперикардит. Вот, и дальше мы с вами, соответственно, да, можем склоняться в сторону так отцу бы, если у нас нет ничего из этого, да, или в сторону проведения МРТ для исключения миокардита и миоперикардита. Вот, и опять-таки по МРТ мы здесь же сможем исключить и другие проблемы, то есть, например, если это был, ну, допустим, да, в клинике нет возможности инвазивной визуализации, и тогда мы по МРТ с вами уже увидим ишемическую зону, которая будет свидетельствовать нам о том, что, возможно, у пациента была, на самом деле, маленькая бляшка, которая лопнула, которую мы на коронарографии не увидели, но увидели уже на МРТ. Вот, ну, и если мы с вами склонны все-таки к диагнозу кардиомиопатии так отцу бы, то мы обязательно должны провести эхо-фоллоуап, то есть, в динамике оцените эхо-картинку, нарушить, да, отследить зоны нарушенной сократимости, и если они восстанавливаются, то все, мы с вами останавливаемся на диагнозе кардиомиопатии так отцу бы. На самом деле, вот чем я люблю этот алгоритм, да, тем, что он на самом деле, по сути, и является дифференциально-диагностическим для острого коронарного синдрома, да, то есть, мы, по сути, исключаем здесь и все остальные проблемы, которые могут быть связаны с подъемом сегмента СТ. Немножко посложнее с теми пациентами, у которых подъема сегмента СТ на кардиограмме нету, и здесь уже мы применяем шкалу диагностическую, есть шкала интерток, которая включает в себя основные критерии, которые сопутствуют обычно кардиомиопатии так отцу бы. Женский пол, эмоциональный триггер, да, или физический, отсутствие депрессии сегмента СТ, психические расстройства, неврологические расстройства и удлинение интервала КУТЭ. Вот, каждый из этих признаков в определенной степени коррелирует и дает нам, как бы, вот эти баллы, да, и, соответственно, на основании вот этой шкалы мы дальше можем проводить дифференциальный диагноз. Вот, да, отсутствие элевации сегмента СТ, оцениваем диагностическую шкалу интерток, если она больше 70 баллов, да, если мы видим по их циркулярной, апикальной, средине или базальное баллонирование, и при этом, да, пациент стабилен, мы можем с вами ограничить КТ коронарографии, не обязательно инвазивную коронарографию выполнять. И диагностическая шкала, да, если меньше 70, то мы больше будем с вами склонны в сторону все-таки острого коронарного синдрома, и такого пациента отправим на коронарографию, да. Опять-таки оцениваем наличие поражения коронарных артерий, которое бы соответствовало зону нарушенном сократимости, да, если оно есть, то мы склонны к ОКС, если нет, то мы будем, опять-таки, склонны к чему-то другому и будем исключать с вами миокардит, да, будем с вами исключать миноку, и, опять-таки, при, да, если мы по эхо-фоллоуап видим с вами отсутствие значимых, да, зон нарушенной сократимости, то, опять-таки, будем с вами склонны к кардиомиопатии токацуба. Вот, ну и суммируя, да, все равно, как бы основной механизм, он представлен в рекомендациях по острому коронарному синдрому и с подъемом и без подъемом сегмента СТ, да, то есть мы в первую очередь с вами оцениваем клинику и клиническую картину, да, потом мы с вами оцениваем ЭКГ, потом мы с вами оцениваем тропониновый тест, да, если пациент нестабилен, если пациент, да, у пациента выраженный интенсивный ангенозный болевой приступ, то этот пациент, безусловно, должен отправляться в госпиталь, отправляться на коронарографию, если пациент у нас менее стабильный, да, более стабильный в смысле, и, да, у нас есть время на подумать, то дальше уже вот мы себе развиваем потихонечку диагностическую алгоритм, алгоритм, у нас есть с вами ЭХО, есть КТ, да, есть МРТ, которыми мы можем с вами дополнить свою диагностику и дифференциальный диагноз. Благодарю за внимание.